Пресечь или молчать? Как обстоят дела в одном из частных приютов для бездомных животных и зачем безнадзорных собак отправляют в другие города России? Расскажем об этом сегодня в телевизионном обзоре новостей. Здравствуйте! Каким был тон уходящей недели, знают корреспонденты службы информации телерадио компании «Соргут Интерновости» и я, Дарья Давыдова. А вот еще темы, которые мы обсудим в этом выпуске. Новинка отечественного авиапрома. В Тюмени презентовали вертолет Ми-171А2. Специалисты называют это воздушное судно инновационным, передовым и прорывным. И понятно почему. В конструкцию и начинку предшественника легендарного вертолета Ми-8 внесено более сотни изменений. А самых главных — Дмитрий Курковец. Выход, похоже, найден. Авиакомпания «ЮТЕЙР» готовит новый план своей финансово-хозяйственной деятельности. Документ через несколько недель обещают представить кредиторам. Это должно завершить реструктуризацию долга. Новые маршруты, современные самолеты и развитие региональных перевозок. Подробнее об этом расскажет Татьяна Расторгуева. С какой стороны посмотреть? Условиями для бездомных собак, которые сегодня содержатся в приюте организации «Берегиня», обеспокоены общественники и бывшие волонтеры. По их словам, животные там болеют, еды на всех не хватает, впрочем, как и места в вольерах. Люди поделились на два лагеря. Одни утверждают, что это не выход из ситуации. Другие настаивают, что главное — не дать усыпить безнадзорных четверолапых. Подробности в нашем спецрепортаже. И умные, и красивые. День науки в Сургутском государственном университете отметили пышным балом. Чьи желания в этот вечер сбылись, знает Екатерина Любешева. Медленно прогрессирует. В последнем материале телевизионного обзора новостей — продолжение истории Ларисы Поповой. У женщины спина цереблярная атаксия, мозжечковая дегенерация. Лариса не может передвигаться без опоры, речь становится все хуже. Зачем ей необходимы генетические исследования, хотя диагноз, казалось бы, уже известен, расскажет Иван Фирсов. Авиакомпания «ЮТЕР», похоже, смогла выбраться из непростой финансовой ситуации. В конце года базовый перевозчик для Югры и один из важнейших во всей Тюменской области не смог справиться с кредитными обязательствами и пропустил срок платежа, допустив дефолт по заемам. Но на уходящей неделе появилась информация, что компания приступила к выплатам. А кроме того, готовит новую финансовую модель своей деятельности. Сообщается, что за первый месяц года «ЮТЕР» продемонстрировала хорошие финансовые показатели. Возможно, именно потому кредиторы не стали требовать досрочного погашения суммы почти в 40 миллиардов рублей. Против этого варианта проголосовали три крупнейших заемщика – Сбербанк, Траст и Банк Россия. Об истории кризиса о региональных перевозках и новых рейсах Татьяна Расторгуева. Время авиакомпании «ЮТЕР» приветствует вас на борту самолета «Бойт-737», выполняющего рейс 254-й по маршруту Сургут-Москва-Аэропорт-Ноково. Базовый авиаперевозчик в Югре компания «ЮТЕР» ищет пути выхода из кризисной ситуации. Сейчас кредиторы и акционеры находятся в процессе переговоров по реструктуризации долгов. В конце прошлого года пятая авиакомпания страны допустила просрочку платежа по семилетнему займу в почти 19 миллиардов рублей. Мотивировка – обеспечение бесперебойной работы перевозчика в низкий зимний сезон. Для того, чтобы нивелировать возможные проблемы по исполнению нашей финансовой модели, мы заранее запустили переговоры с синдикатом кредиторов для того, чтобы найти решение, как нам справляться с нашей кредитной нагрузкой. Сейчас находимся в процессе переговоров. Надеюсь, что они в ближайшее время успешно завершатся. Компания готовит новую финансовую модель. Она должна помочь в достижении поставленных ранее целей. Увеличить пассажиропоток на 12%, перевести почти 9 миллионов человек. Пару недель назад «ЮТЕР» ввела новую линейку тарифов, которая, по мнению руководства, должна сделать перелеты доступнее. Довольно высокая доля продаж обеспечивается с помощью онлайн-технологий. Будь то продажи билетов на сайте, будь то продажи с помощью мобильных технологий. Кроме того, спектр услуг постоянно расширяется. И возможность продажи сопутствующих услуг, который раньше тормозился по технологическим причинам, сейчас успешно реализован с помощью электронных решений. В наступившем году базовый перевозчик Югры и Тюменской области планируют открыть 13 новых региональных рейсов. Среди них полеты в Сочи из Нижневартовска, из Сургута в Анапу и Пермь, из Ханты-Мансийска в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Если говорить о региональных перевозках, о региональной авиакомпании, то ЮТР в большей степени соответствует именно требованиям такой компании, которая стремится лететь не через Москву, а в другие города России, и в том числе из Сургута. Мы эти миллион семьсот достигаем. Там среди этих пассажиров, не скажу половина, но значительная доля жителей от Ханты-Мансийска до Ноябрьска. ЮТР обеспечивает практически 100% перелётов внутри нашего региона. За маршрутную сеть и стоимость билетов авиакомпания неоднократно подвергалась критике. Но сегодня её рейсы присутствуют в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Коголыме, Нягоне, Советском. Вертолёты и самолёты приземляются в Урае, Белоярском, Берёзово и Гриме. Вёрстка расписания рейсов внутри Югры ещё продолжается. Она попросила создать такую маршрутную сеть, которая бы отвечала на запрос каждого человека или максимально большого количества людей. Независимо от того, где они проживают, в Крышике, Сургуте, неважно. Вот. Ну, я не знаю, мне интересно посмотреть на такую сетку, чтобы понять запрос. Настоящий запрос. Затем произойдёт оценка этой сети. Сколько это будет стоить для бюджета Югры и, возможно ли, будет выделить такие деньги. Сейчас на датирование маршрутов из окружной кубышки выделяется полмиллиарда рублей. На мой взгляд, это базовый такой шаг, который нужно сделать для того, чтобы можно было говорить об эффективной системе внутрирегиональных и межрегиональных перевозок. Это может стать некой моделью для развития этой системы в других регионах в целом по Российской Федерации. По данным экспертам, стоимость одного километра пути на воздушном судне при межрегиональных перелётах составляет 4 рубля. Для маршрутов внутри одного субъекта страны эта стоимость выше. С учётом снижения численности жителей вдалеке от больших городов и поселений Югры, через какое-то время необходимость в некоторых рейсах может отпасть. А для тех, кто сохранит возможности желания летать, появится что-то вроде единого билета. Нельзя региональные перевозки развивать так, чтобы в каждом городе был свой аэропорт. Так не получится. Где-то какие-то нужны комбинированные модели. И автобус-самолёт при наличии дорог, а где-то, где дорог нет вертолёт-самолёт, это, на мой взгляд, самая перспективная модель. Вопросы в конкуренции. До некоторых пор улететь в Москву можно было из Нягани. Но билет в одну сторону стоил вдвое дороже, чем из Ханты-Мансийска. И люди в стремлении сэкономить добирались до окружной столицы и улетали оттуда. По той же причине низок спрос на билеты, например, в Когалымин. Сургут — центр развития авиации Югры. Только один ЮТР выполняет из нашего города 10-13 рейсов ежедневно. И это в зимнюю навигацию. Сургут является нашей основной базой по количеству рейсов. Конечно же, Внуково — это номер один, Сургут — это номер два. И наша задача — постоянно увеличивать сетку полетов и частоту полетов именно из своих исторических баз. Не только Сургут, но вообще все города Югры и Большой Тюменской области. Поэтому Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Тюмень — останутся приоритетами номер один для ЮТР. Сейчас в ЮТР решают несколько задач. Во главе угла — переговоры с кредиторами и сведение дебета с кредитом. Этот вопрос непростой, учитывая, что второй год подряд существенный рост демонстрирует авиакеросин. Плохая динамика и у курса рубля по отношению к доллару, что влечет за собой повышение оплаты лизинга самолетов. Второй немаловажный момент — развитие собственной сети перелетов. Сообщается, что в 2019-м россиянам будет доступно более 60 уникальных маршрутов, 49 из которых — региональные. Третья задача — совершенствование авиапарка. И здесь есть хорошие новости. Уже через пару месяцев флот ЮТР пополнится тремя новенькими «Боингами». Еще один будет окрашен в либрею перевозчика осенью. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Сергей Куликов, Денис Зонов. Специально для телевизионного обзора новостей. Новые самолеты ЮТР, а последние модификации семейства «Боинг» класса 737, они смогут брать на борт более 170 человек, что позволит повысить эффективность использования воздушных судов. Новые лайнеры, как правило, требуют меньше времени на техническое обслуживание, а значит, реже стоят на земле и чаще летают, позволяя зарабатывать. Из той же серии и другое событие. На уходящей неделе в Тюмени совершил свой первый коммерческий рейс новейший российский вертолет Ми-171А2. Уникальность воздушного судна подчеркивается десятками конструктивных изменений и инженерных новаций. С ними познакомился мой коллега Дмитрий Круковец. Новинку отечественного вертолетостроения презентовали в Плеханово. Тюменский аэродром – база крупнейшего оператора винтокрылых машин в России и мире ЮТР. Здесь свое крещение в разное время проходили Ми-6, Ми-8 и даже гигантский Ми-26. Такие события, по признанию руководителя компании, происходят редко, поэтому запоминаются надолго. Вертолет совершенно новый, вертолет 21 века. Все, что установлено на вертолете, дает основания быть уверенным в том, что у этого вертолета блестящее будущее. Экспортный потенциал – это действительно один из самых современных и совершенных вертолетов, продолжающих яркую плеяду вертолетов отечественного производства и марки Ми в частности. Что дает повод так говорить? Ми-171А2 – модификация легендарной «восьмерки». От Ми-8 инженеры взяли все лучшие качества и в то же время за счет внедрения современных технологий добавили дополнительные возможности. Ми-171А2 – новейший гражданский вертолет, созданный на базе легендарного Ми-8. Модифицированное воздушное судно теперь имеет цифровой комплекс оборудования, а также более мощные двигатели и эффективную несущую систему с композитными лопастями. Претерпел изменения рулевой винт, он приобрел икс-образную форму. Это повысило управляемость и устойчивость против бокового ветра. Большой рывок сделан в области безопасности. В салоне вертолета установлены энергопоглощающие кресла, которые при нештатной ситуации могут частично поглотить ударную волну. Внедрена комплексная система «ХАМС». Она на основе постоянного анализа способна предсказывать сбои работы оборудования и предупреждать об этом летчиков. А при отказе одного из двух двигателей полет может продолжаться еще час, чего с лихвой хватит для выбора места посадки. На данном вертолете внедрено более 100 различных модификаций, изменений, которые фактически сделали маршруну абсолютно другой. На вертолете внедрены новые двигатели ВК-2500ПС-03. Это более мощные высотные двигатели. Отмечу еще, что полностью поменяли мы пилотажно-нарегационный комплекс. Кабина Ми-171А2 стала более удобной и понятной для пилотов. А в ходе модернизации замены аналогового оборудования на цифровое отпала необходимость в бортмеханике. Сейчас за него всю работу выполняет компьютер. То есть в составе экипажа Ми-8 были три человека, а в новом вертолете два. Современное судно способно перевозить на борту 20 человек, а салон за час превращается из пассажирского в грузовой. Кабина абсолютно симметрична, как в современных воздушных судах, будь то там самолеты, то есть Boeing, Airbus, практически рассчитана на двух пилотов. Она позволяет осуществить полномоставный, то есть полноценный перекрестный контроль в работе экипажа. Соответственно, навигационный комплекс облегчает пилотирование, а сама система контроля встроенного, она практически исключила третьего члена экипажа. Еще более упрощает работу экипажа автопилот. Летчикам перед взлетом необходимо проделать ряд процедур для запуска всех систем и двигателей, вывести вертолет на точку и достичь 30-ти метровой высоты. Грубо говоря, перед полетом, проделав определенный комплекс операций, ты можешь запрограммировать весь свой полет с аэродрома такого, аэродром такой. И данный вертолет с помощью пилотажного навигационного комплекса может автоматически выполнить этот полет и практически по системам посадки определенным автоматически завести тебя на посадку. Авиакомпания «ЮТР» вертолетные услуги стала первым в стране эксплуатантом Ми-171А2. Их собирают на Улан-Уденском авиационном заводе. Таких воздушных судов пока выпущено немного. Это борт под особым контролем у нас летает. И на экране с трекерами вы видите желтенькие точки, которые рассказывают нам о том, где находится воздушное судно и в каждый момент времени, какие характеристики полета есть. Компания «ЮТР» получила Ми-171А2 в опытную эксплуатацию в конце мая прошлого года. Документы были готовы в середине сентября. С тех пор была проведена специалистами, прежде всего, компания «ЮТР» вертолетные услуги. Огромная работа при поддержке холдинга «ЮТР» по подготовке к летному инженерному техническому составу, созданию сервисной инфраструктуры, получению разрешительных документов от российских авиационных властей. По просьбе авиакомпании Тюминское управление в кратчайшие сроки провела работу по внесению нового типа в свидетельство эксплуатанта. Провела сертификацию воздушного судна. Я лично подписал сертификат летной годности на это воздушное судно. Несли квалификационные отметки в свидетельство пилотов, инженеров для выполнения полетов и обслуживания. Вертолеты России и заказчик окончательно договорились о сделке в конце 2018-го. После этого лайнер перекрасили в фирменные цвета «ЮТР». Сейчас управлять новым Ми-171А2 имеют право шесть пилотов, а компания ждет второй такой же борт. На новинку авиапрома есть спросы за границей. Один уже передан заказчику в Казахстане до конца года. Умный вертолет отправится в Индию. Первый новый вертолет линейки Ми-171А2 «ЮТР» эксплуатирует в интересах одной из нефтяных компаний страны. Свой первый коммерческий полет он выполнил из Тюменского аэропорта Плеханово на Усть-Тегусское месторождение в Увадском районе, пролетев более 500 километров. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей из Тюмени. Эта пятница запомнится 30-летием вывода войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года армия Советского Союза под командованием генерала Бориса Громова ушла из страны, где по разным данным погибли не менее 16 тысяч человек. В памятную дату по всей России состоялись митинги в Сургуте у памятника воинам-интернационалистам. Почтить память погибших в Афгане приехали ветераны боевых действий, их родственники, общественники, представители власти. В храме Георгия Победоносца состоялась панихида. Еще короткой строкой о важных новостях уходящей недели Антонина Новикова. Депутаты городской думы единогласно приняли решение о выделении дополнительных средств из бюджета Сургута на общественный транспорт. Благодаря траншу в 75 миллионов рублей проезд в автобусах удастся снизить и привести к единому тарифу в 25 целковых. Субсидий хватит, чтобы сохранить такой ценник до 31 июля. Снизят стоимость проезда с 1 апреля. Параллельно администрация Сургута займется проработкой стратегии развития общественного транспорта. В частности, отдельно будет оговариваться вопрос льгот. Однако, каких именно категорий населения, сколько будет стоить проезд для них, как оформлять это право, вопросы пока открытые. Более 30 остановок должны появиться на улицах Сургута в этом году. Их должны были смонтировать у карманов для общественного транспорта еще в 2018-м. Однако город вновь подвел подрядчик. В муниципалитет пришли только 10 павильонов. За срыв сроков и неисполнение контракта мэрия будет судиться с компанией из Тюмени. Большая проблема, по мнению властей, заключается в законодательстве. Заявиться на конкурсы, выиграть его могут и фирмы без должного опыта работы, просто снижая цену договора. Вадим Шувалов пообещал обязать ответственных специалистов в администрации ужесточить техническое задание. Неподъемно дорогой кукольный домик. У театра «Петрушка» нового здания в ближайшем будущем не появится. Об этом сообщили на пресс-конференции по итогам годовой работы учреждения. Коллектив возлагал большие надежды на поддержку из бюджетов всех уровней в объявленный в России год театра. Но приоритеты и сейчас не в пользу Петрушки. На данный момент трупа и все реквизиты занимают аварийное здание бывшего кинотеатра «Аврора». На спектакле свой зал им предоставляет филармония. Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с участниками конкурса «Лидеры России». От нашего региона поступило больше трех тысяч заявок. Но в число претендентов на звание ведущего управленца страны вошли всего четверо жителей округа. Это и двое сургутян. Андрей Кныш с проектом «Новое предназначение» и Степан Прокопович с программой «Социально-экономическое предназначение России». Все финалисты гарантированно получат один миллион рублей в качестве образовательного гранта. А кто станет лучшим из лучших, будет известно в марте. Члены Комитета по социальной политике Думы Сургута единогласно поддержали инициативу окружных парламентариев по городскому культурному центру. В конце прошлого года Рина Тайсин и Илья Кондаков заявили о намерениях профинансировать из своих депутатских фондов разработку проекта «Нового здания». На эти цели направят около 8 миллионов рублей. Готовить документацию инженеры и проектировщики будут в 2019-2020 годах. Техническое задание разработают сотрудники ГКЦ. Новое учреждение будет располагаться на прежнем месте. Добавлю, в культурном центре разными видами творчества занимаются около полутора тысяч человек. 75% из них – дети. Джентльмены в костюмах с бабочкой, дамы в вечерних платьях. Дресс-код для мероприятий нашего города редкий, зато для одного учебного заведения регулярный. Раз в год в Сургутском госуниверситете устраивают настоящий бал в честь Дня науки. Отмечают праздник, танцуя вальс, полонессы, польку под музыку в исполнении симфонического оркестра филармонии. Королем и королевой бала в этом году стали студенты Анар Алиаров и Анастасия Трошина. Познакомилась с участниками еще в момент упорных репетиций моя коллега Екатерина Любешева. И теперь она точно знает, что наука может быть красивой и грациозной. Приглашение на танцы нужно еще заслужить. Балта научные. Это значит, что все, кто здесь кружит в ритме вальса, с успехом грызут гранит науки и уже могут похвастаться достижениями. Лично я занимала призовые места на местной конференции имени Георгия Ивановича Назина и многих других на кубке «Управляй», кубке «Точки роста» и многих других. Таких инициативных и желающих ребят, как мне кажется, в университете у нас много. Поэтому главное было бы желание и в принципе все мы здесь уже. Мария Кошелева впервые попала на бал на первом курсе. Правда, в роли волонтера. Тогда загадала, что однажды наденет пышное платье и выйдет в нем в центр зала под торжественную музыку. Задатки были. У Маши есть базовые хореографические знания. А вот Рустаму Гафея Атулину пришлось не сладко. Он осваивал все пируэты и гранд-плие с нуля. В бале науки нам помогали готовиться также наши студенты, которые ставили нам хореографию и танец. Сами репетиции проходили, так сказать, для меня сложно, потому что я не танцую. Я занимаюсь лыжными гонками. Благодаря данному мероприятию я научился танцевать такие виды танца, как полька, вальс, полонез. И я благодарен этому. Итак, день Х. Позади полтора месяца репетиций. Впереди светлое будущее. Я очень волнуюсь. У меня такое впервые вообще в жизни. Очень интересно. Уверенность в себе. Уже не первый год участвую в балу, поэтому все будет прекрасно. В первый раз было волнительно, как с первой девушкой, но потом уже нормально. Радость, гордость за наш университет, что такие мероприятия проводятся. Я здесь второй раз, и я в предвкушении такого наслаждения, которое было в прошлом году. Неотъемлемая часть приличного бала – светская беседа. Студенты вспоминали имена ученых, оказавших огромное влияние на развитие нашего общества. Наука в нашей стране является национальным проектом. Прошу это зафиксировать. Национальный проект. История показывает, какое большое количество примеров, когда ученики продолжали делать своих учителей. Однако наука очень многогранна. Вот что написали братья Стругацкие в своем романе «Аркадий и Борис Стругацкие». История знает много случаев, когда ученики предавали своих учителей. Но ни одного, когда учеников предал учитель. Ректор общался со студентами и в центре зала. Сергей Косинок вместе со всеми участвовал в таком действии, как знакомство с Розой. Шаг смелый, учитывая, что игра предполагает конкуренцию с соперником помоложе за внимание девушки. Но Косинок победил. В перерывах между танцами студенты нашли себе развлечение под стать духу 18 века. Мастер-класса по каллиграфии, стихосложению, изготовлению портрета силуэта. Вернулись в зал в кульминационный момент. Нет, не в тот, когда объявляли короля и королеву балла. В Сургу есть потрясающая традиция. Загадывать желание ректору, который он беспрекословно выполняет. Правда, тут еще нужна удача. Из барабана вытаскивают лишь три заветных записки. Все как в сказке. На самом деле хотел пожелать практику, пройти в Гейспроме, но потом передумал и пожелал футболки для своего актива. И теперь ждем 30 футболок, именных оранжевого цвета. Второй счастливчик Александр Усольцев загадал получить свой синий диплом с такими же почестями, которые оказывают отличникам. Но самые бурные овации вечера получил мечтатель номер три. Желание у Александра Кирдянова оказалось нематериальным. Чтобы все были здоровы. Я не знаю, как это возможно. Я не знаю, правда, как это возможно, но желание, наверное, лучше не придумаешь. Молодец, спасибо. Желаю, чтобы все были здоровы. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Денис Зонов. Специально для телевизионного обзора новостей. Прямо сейчас блок коммерческой информации. После рекламы поговорим о бездомных собаках, правилах их содержания и зоозащитниках. Не переключайтесь. Я приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Каким был тон уходящей недели? Вам рассказывают корреспонденты службы информации Сургут Интерновостей. И я, Дарья Давыдова. Когда эта новость появилась в общественной плоскости, некоторые пользователи интернета вспомнили сургутскую историю с Валентиной Илуневой. Громкий скандал 2013 года. Там был и незаконный захват земли, и антисанитария, и вновь возведение приюта на новом участке, и вновь незаконно. Полным совпадением нынче сложившуюся ситуацию, конечно, не назовешь. Бывшие волонтеры приюта Берегини обратились к общественникам с просьбой разобраться. Говорят, что в этом приюте для животных не хватает еды и места. Добровольцы, которые ухаживают за четверолапами, просто не успевают. Получается, силы не рассчитали. По разным данным, в приюте живут 180-200 собак. Большая часть приехала сюда из службы отлова. Зоозащитники говорят, что спасли таким образом их от смерти, ведь в пункте временного содержания животных бы усыпили. Сургутяне задаются вопросом, что лучше – эвтаназия или мучительная болезнь. Так выход ли это? Мы попытались выслушать все стороны конфликта. Внимание на экран. На самом деле, очень страшно выйти из машины. Вот мне, человеку неподготовленному, потому что огромное количество собак свободно передвигаются по этой территории. Это, хочу отметить, черта города. Это черный мыс. К слову, собаки, которые живут в приюте, не должны свободно передвигаться там, где им вздумается. Но к правилам содержания мы вернемся чуть позже, пока начнем от печки. К общественникам обратились бывшие волонтеры региональной общественной организации «Берегиня». Они задались вопросом, а гуманно ли это – содержать безнадзорных животных в таких условиях, как в этом приюте. И попросили помочь в этом разобраться молодую гвардию. Активисты отправились на улицу рационализаторов, чтобы лично посмотреть, как здесь живут собаки. Нашу съемочную группу пригласили уже на вторую поездку в этот приют. С первых минут ощущается тяжелый запах. По разным данным, в вольерах и будках на улице здесь живут от 180 до 200 собак. Поступил сигнал о том, что здесь просто переполнен приют, что он совершенно не приспособлен к тому, чтобы содержать собак. Самое страшное, что собаки никак не сортируются. И мальчики и девочки в одном помещении, они продолжают размножаться. Бывший волонтер Берегиня попросила не показывать ее лица и изменить голос в эфире. Девушка рассказала нам, что уже получала не очень приятные сообщения в свой адрес от добровольцев приюта. Она попросту опасается массовой травли со стороны зоозащитников. Однако на условиях такой анонимности экс-волонтер поведала нам о том, что видела сама. Отметила, что двух раз ей хватило для того, чтобы больше не захотеть приезжать в Берегиню. Они сейчас уже начинают с голоду грызть друг друга. Ну, то есть это не выход содержать. Так и, соответственно, я уже поняла, что это не помощь далеко. Это просто, ну, как усыпалка, как они назвали, так оно это все и есть. По словам девушки, в вольеры и будки Берегиня переезжают собаки, которые до этого находились в службе отлова. Забирают их оттуда, чтобы не допустить эвтаназии. Собирают пачками с отлова. Хая при этом до летого, что там ужасные условия, хотя я знаю, что там для собак более гуманные условия. То есть они привозят здоровых собак в этот приют, садят с больными, соответственно, уже здоровые собаки заражаются. Между тем, в ветеринарной лечебнице «Пес и кот» рассказали, что по возможности помогают лечить собак. Привозят им и некоторых животных на стерилизацию, правда, немного. Платят при этом волонтеры только за материалы. И Берегиня, как отметили в «Псе и коте», единственная организация, которая откликнулась на их предложение о сотрудничестве. А мы связались с Константином Давлетовым. Он припомнил, как однажды летом на него написали заявление в полицию о массовых убийствах собак. Это было в то время, как руководитель службы отлова пытался наладить работу с зоозащитниками. Тогда он по их просьбе открыл службу отлова и по субботам, чтобы у волонтеров и желающих взять в семью нового члена было больше времени для визита. Подготовили документы заранее, чтобы им было просто поставить подпись, грубо говоря, чтобы быстрее это можно было оформить. И в первый же суббот они забирают там порядка 72 животных. Потом Берегиня, несмотря на оскорбления в адрес Константина Давлетова, а делают это зоозащитники совершенно открыто, решила попробовать поработать с ним. Написали индивидуальному предпринимателю письмо с просьбой рассмотреть возможность выделить им 10 вольеров в пункте временного содержания безнадзорных животных. Немного странно, учитывая нелюбовь к Константину Давлетову, но он просьбу волонтеров исполнил. Предложил земельный участок по соседству с электричеством, вольерами, но запросил предоплату за полгода, чтобы и обеспечить материально-техническую базу, и подтвердить намерения организации. В итоге Берегиня от предложения отказалась. Вольеры построили сами, на улице рационализаторов. На чьей земле они располагаются, нам узнать так и не удалось. Руководитель организации не ответила на наши звонки. Вас приветствует автоответчик. Абонент не отвечает. Проигнорировала и сообщения, хотя их прочитала. По информации, которую она сообщала общественникам, находиться приют там может до мая. Потом земельный участок нужно будет освободить. На вопрос об аренде территории у города ответ один. Нужно ее межевать, а это дорого. Между тем, заметим, что региональная общественная организация защиты животных Берегиня зарегистрировалась только в октябре. И участвовала в аукционе на содержание и отлов безнадзорных животных. Победителем стала Берегиня. Но на основании обращения зоозащитников в Уфас первый аукцион был отменен. Жалоба, кстати, включала требования об автаназии собаки через 10 дней после отлова, если ее никто не забрал. Председатель организации, заявляясь на муниципальный контракт, не могла об этом не знать. И в случае победы требования не могла бы игнорировать. Я хочу здесь добавить такой момент. После того, когда проходит аукцион, заказчик в лице администрации, они приезжают и смотрят на соответствие тех условиям все то, что должно быть выполнено подрядчиком. При этом администрация проверяет не только в качестве одного лица, а здесь привлекается главный ветврач Сургута. На повторный аукцион, причем, Берегиня уже не заявлялась. Почему, так и останется без ответа. Контракт на 2019 год на 3 миллиона 700 тысяч рублей будет вновь исполнять Константин Давлетов. В документах прописан отлов и содержание. В течение шести месяцев 180 голов безнадзорных животных. Что с ними будет потом, пока вопрос. Вступает в силу новый федеральный закон о гуманном обращении с животными. По идее, они будут должны передаваться в приют на пожизненное содержание. Но в Сургуте приютов с достаточной базой пока нет. Об условиях содержания собак во временных пунктах и приютах нам рассказали в ветеринарном надзоре. О размерах вольеров, о совместимости животных, которые могут жить в них вместе. О свободном выгуле, который запрещен. Вспомнили в ветнадзоре информацию про собак, которые большой группой уехали в Берегиню из Отлова. Госинспекторы говорят, что пытались выяснить их судьбу. Однако прямого ответа на свои запросы не получили. Гражданке Болтовской было передано 68 голов собак. Нами, конечно, обрабатывалась эта информация. Выходили мы на связь с гражданкой. Письменно писали запросы о предоставлении информации о жизни, здоровье животных, о том, как она их содержит, чем кормит. И о том, приняла ли она меры к вакцинации, к обязательной по всей России. И к чипированию домашних животных. Но, увы, наши все требования законные были проигнорированы. После выхода анонса этого сюжета в программе «В центре событий» в интернете развернулись нешуточные баталии. Часть пользователей поддерживали инициативу о проверке приюта Берегини, отмечая, что там давно пора навести порядок. Другая часть, среди которых и жители других городов страны, называли сургутян отмороженными людьми, живущих в кровавом городе, предлагая хоть раз самим приехать и помочь. Мол, легко критиковать, когда сам ничего не делаешь. На резонный вопрос «Зачем брать так много собак, если не хватает ни времени, ни сил, ни денег?» Отвечают, что лучше так, чем эвтаназия в пункте временного содержания. Лучше ли? Правильно ли? Теперь будут разбираться надзорные органы. Письма направлены в ветеринарный надзор, прокуратуру, уведомлена администрация сургута. Печально в этой ситуации только одно. Собаки, как ни крути, становятся разменной монетой. Также вопросы у наших зрителей вызвал тот факт, что бездомные животные из сургута отправляются в другие города страны. Мол, зачем они там нужны? Неужели по всей России больше нет безнадзорных собак, кроме как в нашем муниципалитете? И здесь у нас возникло предположение. В Петербурге, например, их не усыпляют. Животных стерилизуют. Таким образом, они не могут дальше размножаться. Как следствие, регулируется их численность на улицах Питера. Даже если в культурной столице нет желающих взять сургутскую собаку домой, она во всяком случае там не будет усыплена. В конце прошлого года в России вступил в силу новый федеральный закон о гуманном обращении с животными. Он предполагает отказ от эвтаназии, за исключением случаев, когда, например, животное сильно болеет, страдает и ему уже никак не помочь. Собака до конца дней своих, которая и наступит, конечно, естественным путем, должна жить в приюте. Но в Сургуте пока нет ни одного. Или все-таки есть. Мы обсудили эту ситуацию с Ринатом Айсиным, депутатом Окружной Думы. Ринат Рафикович, как считаете, выход ли такой путь спасения бездомных животных? Чтобы не дать провести эвтаназию для, так скажем, невостребованных собак, вот так вот их забирать, размещать их в приютах, которых, может быть, не хватает места, не хватает человеческих ресурсов, для того, чтобы следить за таким количеством. Ну, для Сургута данный факт не новость. Я, конечно, тоже был поражен сюжетом вашей телекомпании по данному приюту. Буквально несколько лет назад мы несколько таких приютов с вами встречали и видели состояние животных. Здесь происходит немножко подмена понятий и подмена целей, как мы видим. То есть, да, действительно, активисты работают с целью защиты животных, и они, эти люди, получают большой отвлек у населения, потому что неравнодушных людей у нас очень много. Мы сейчас получили схожую ситуацию, заставь человека Богу молиться, он лоб расшибет. То есть, здесь люди действительно каждый раз на совещаниях проблематику вскрывают, привлекают к этому общественное мнение. А в реальных делах, в тех вещах, в которых должны параллельно двигаться, вот базовые вещи, то, конечно, мы видим, что на многие вещи закрываются глаза ими же самими. Вот, помимо вот того, что там я увидел, что держание в таком состоянии животных, которых они забирают с отлова, большая же часть животных просто отпускается. Вот они просто выводятся за периметр отлова либо в ближайший дачный кооператив и отпускаются. То есть, тем самым, как бы, человек ставит себе плюс в карму, что он спас животное. Ну, а как спас? То есть, тоже бросить его на произвол. Ну, если поговорить сейчас с этими людьми, конечно же, они скажут на то, что никто нам не помогает, все плохо, все воруют, то есть, администрация ничего не делает, депутаты бездушные. То есть, я всегда на всех встречах с ними, в переписках в Инстаграме, там, везде указано то, что здесь нет белого и черного. То есть, здесь никто за вас это не сделает. То есть, если вы активисты, то вы двигаетесь вместе по существующим инструментам, по существующим законодательствам. У нас есть активисты в сфере городского урбанизма, там, вот, городских общественных пространств. Да, им сложно, то есть, они приходят в администрацию, говорят, давайте менять стандарты, давайте проектировать по-другому, давайте бордюр уменьшать. У нас есть активисты, которые контролируют за этим всем процессом, но они все руководствуются законом, они не ставят во голову угла то, что все вокруг плохие, то есть, не стоит этот вопрос. Они, наоборот, говорят, что есть вот такая система жизни. Модель первая, как мы сейчас живем, и активисты предлагают модель вторую, как хотелось бы жить. Если мы не перейдем с модели первого на модель второго, это приведет к такому-то, такому-то последствию. То есть, вот этот конструктивный разговор, решение вопроса, определение объекта, определение рамок, влияющих на это, в рамки бюджета, рамки законодательства, рамки социального состояния, отношения людей к этому вопросу. Они сами указывают на то, что необходимо в СМИ размещать информацию о том, что люди более к этому бережно относились, ответственнее относились. Вы видите, насколько государство и округ продвинулся в этом вопросе. Во-первых, недавно буквально приняли закон, который... О гуманном обращении с живым. Да, который сейчас, все наши предыдущие наработки, все наши совещания, в принципе, они начинают с нуля, потому что мы-то двигались, чтобы свое создать здесь законодательство, а сейчас, получается, закон уже есть, теперь нам нужно на уровне реки ОООН отработать. Адаптироваться. Да, адаптироваться. И спуститься до уровня муниципалитета. То есть, и закон достаточно хороший, да, он там какие-то пробелы все равно оставил, но это на уровне уже наш. То есть, конечно, там уже написано, что нужно создать приюты, создать условия. Вот я так понимаю, это такой основной сургутский пробел. У нас ведь нет такого, скажем, большого приюта, который финансировался бы, может быть, да, чтобы собаки там до конца дней своих жили, может быть, их бы там кто-то забрал. Я так понимаю, в этом проблема. Ну, смотрите, здесь это не проблема, это мы думаем, что это проблема, может, это не проблема. Сейчас вот, если мы на общественное обсуждение нужен приют, конечно, скажут, да, нужен, а если приют и содержание всех выловленных животных будет стоить, например, 50 миллионов рублей, что скажут люди? Кто-то скажет, мне нужен двор за 10 миллионов, зачем я буду приют, у меня собаки нет. Ну, как вот двор ремонтировать, у меня машины нет, зачем мне нужна стоянка, я не буду платить за ремонт двора. Ну, то есть, здесь консенсус общественный нужен, а для этого нужно проводить соответствующую работу, разъяснительную, указывать на цифрах, сколько у нас вылавливается животных? У нас 1800 животных вылавливается. Представляете, содержать до конца жизни 1800 животных в приюте государственном, а по оценкам по некоторым, у нас около 10 тысяч животных бегает по всем этим делам. У нас не проблема в этих животных, у нас проблема в мусорках, которые открыто стоят, где есть кормовая база, у нас проблема в активистах, которые выпускают их до конца, то есть у нас не доработано, у нас проблема с землей, если она не выдается активистам, то есть это тоже проблема. То есть вот эти моменты... И в людях, которые эти животные выбрасывают. Конечно, нужно и в людях, безусловно, которые этих животных выбрасывают. Сейчас у нас, по крайней мере, у меня в доме висит объявление, что вот нужно обязательно всех чипировать животных. Эта работа проводится администрацией, спускается до уровня управляющей компании, информируется все. Вот к этому процессу просто нужно присоединиться и дать свои рекомендации, как хотелось бы подвинуть, улучшить, ускорить. А не закрываться. А не закрываться и всех обвинять, что мы такие хорошие, умные, а все такие бездушные, и им не до нас. Вот есть прекрасные примеры активистов, которые двигаются в фарватере. Причем без государственного финансирования. Причем без государственного финансирования, да, плохо. И их, кстати, вот этих активистов, другие активисты не очень любят. То есть у них борьба. Но они несколько расходятся, я так понимаю, во взглядах. Конечно. Опять поэтому Давлетову, который там отловом занимается, да, то есть у него там, я не думаю, что это легкий хлеб. Я с ним не знаком, вот я первый раз его видел на совещании. Но я не думаю, там не такие, бог весть, какие деньги. Во-первых, человек создал межмуниципальный, то есть тоже он работает с экономикой, чтобы сургутского района, между сургутами и сургутским районом это все осуществлять. И на совещании он выдал тоже много вопросов ко всей деятельности, и законодательству, и ко всему, потому что он является уже экспертом в этой области. Поэтому я бы предостерег людей, которые, увидев фотографию в Инстаграме собачки, которая нуждается в перелёту в другой регион, или в каком-то быстром лечении, предостерег бы перечислять деньги на эти цели. Потому что зачастую эти фотографии я вижу на аккаунтах других городов, те же самые фотографии, тех же самых активистов. Одно время, когда мои данные попали в руки этого сообщества активистов, мне писали люди с Нижнего Новгорода, с Москвы угрожали, отовсюду, всякие клевические вещи. Это, в принципе, большая организация, таких подобных активистских организаций, которые, быть может, имеют другие немножко цели. Поэтому здесь я сейчас могу на себя, конечно, навести большой негатив, но надо открывать вещи своими словами, то есть говорить, как это есть. Поэтому если вы хотите помочь тому или иному приюту, если хотите реально посодействовать, то лучше приехать конкретно в приют, посмотреть, привести питание, какие-то вещи, не знаю, теплые матрасы, или какие-то доски для того, чтобы сделать эти вот будки, или вольеры, и все остальное. Продолжаем тему. В прошлом выпуске нашей итоговой программы мы рассказывали вам историю сургутянки Ларисы Поповой. Четыре года назад она начала замечать сложности с координацией, и, как она сама говорит, появилась шаткость. Выясняла, что с ней происходит, Лариса, в трех клиниках в Сургутской, Екатеринбургской и Питерской. Окончательный диагноз вроде как поставили, звучит он как спиноцереблярная таксия. Можечковая дегенерация, то есть отдел мозга, который в принципе отвечает за равновесие, мышечный тонус, теряет свои функции. Медики настаивают на генетических исследованиях, поскольку заболевание это наследственное, но Лариса разводит руками, зачем они необходимы, если лечение генетики все равно не назначат. Кто должен заниматься диагнозом сургутянки? Иван Фирсов поговорил со специалистами, ему слово. Зачем делать анализы, если генетики лечения не назначат? Таким вопросом задавалась Лариса в нашу с ней прошлую встречу. Его мы адресовали заведующему медико-генетической консультации кардиоцентра, главному специалисту департамента здравоохранения Югры по генетике Льву Колбасину. Он отметил, что спиноцереблярных атаксий существует множество типов. Показал нам на примере первого, как происходит поломка в коде ДНК и резюмировал. Генетический анализ, он очень важен в первую очередь для прогноза потомства, для обследования детей, для планирования беременности, вот на сегодняшнем этапе развития генетики в стране. Лариса сетовала, что пройти генетические исследования возможно только платно и стоит это не менее 90 тысяч рублей. Оказалось, что если делать подобные анализы в частных учреждениях, то придется и заплатить. Правда, точную сумму медики не скажут, заранее неизвестно, сколько придется сделать исследований. Однако в России есть бесплатная программа для таких пациентов. Существуют программы, бесплатные программы, они не по ОМС, это федеральный бюджет, они существуют в медико-генетическом научном центре. Попасть в него несложно. Для этого нужно выйти на сайт медико-генетического научного центра, находится он в Москве, найти страничку бесплатная консультация генетика, зайти на эту страничку, позвонить по телефону регистратуры медико-генетического научного центра и записаться на прием. Условие одно, на приеме нужно быть очно, причем бывает так, что пациенты уезжают с одним диагнозом, а приезжают с другим. Так что подтвердить или опровергнуть имеет важное значение для дальнейшей тактики. В целом, спиноцереблярная атаксия обратимого характера не имеет. Показана только поддерживающая терапия, витамины, медикаментозная коррекция, лечебная физкультура, физиолечение. В нашем отделении они бывают очень редко с такими заболеваниями. Из всех пациентов 1% может быть за год они проходят с наследственными заболеваниями именно в нашем отделении. В основном они лечатся в неврологическом отделении. Важно обязательно наблюдаться у неврологов поликлиники по месту жительства. Специалисты, научат ЛФК, будут следить за лекарственной терапией, поддерживающего лечение. Они же смогут собрать консилиум для направления пациента на медицинскую и социальную экспертизу. Она нужна для того, чтобы определить группу инвалидности. В принципе, головной мозг, он еще у нас организучный. Они не знают, что это такое даже. Ну, дегенерация, ну, мозжечковая. Понятно, что за координацию движения отвечает. Спиноцереблярная таксия – наследственное заболевание, которое легко заподозрить невозможно. Манифестировать оно может и в раннем возрасте, и когда человек уже на пенсии в 30-40 лет, как и получилось в случае Ларисы. Но важно не опускать руки и делать все для того, чтобы избежать осложнений. Иван Фирсов, Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Денис Зонов специально для телевизионного обзора новостей. Таким был тон этой недели. Завершат выпуск реклама и прогноз погоды на предстоящие семь дней. Я желаю вам только хороших новостей. До свидания. Профессиональные мастера из Таиланда в салоне спа-массажа Тайрай. Не знаете, что подарить? Подарите себе и своим любимым красоту, здоровье, молодость. Смех, кашель, физические упражнения вызывают деликатную проблему InConti Lace запатентованная безопасная технология лазерного лечения стрессового недержания. Мгновенная подтяжка тканей без повреждения слизистой, без операции и реабилитации. Технологии из Европы теперь и в Сургуте. Косметология будущего Голдберг. Проспект Ленина, 18. С любимыми не расставайтесь, с друзьями почаще встречайтесь и праздники со вкусом отмечайте. Ресторан Аккорд предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан Аккорд. Звоните 33 55 00. 1 миллион 750 тысяч рублей и вы владелец готового комфортного жилья в поселке Дорожный. Подробности в отделе продаж компании Сипромстрой улица Есенина 2 телефон 600 190 компания Сипромстрой добро пожаловать Домой Телерадиокомпания Сургут Интерновости представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 18 по 24 февраля Здравствуйте в студии Айгуль Кунахович В начале недели регион накроет облачная спираль циклона Будет сыпать снег а температурный фон окажется выше климатической нормы Но в середине периода к берегам Аби протянется гребень актического антициклона и вместе с прояснением снова похолодает А с четверга новый циклон начнет доставлять в приобе хорошо прогревшиеся воздушные массы В начале периода облачно ночью и днем от 10 до 15 морозов в среду переменная облачность без существенных осадков к утру минус 27 минус 32 после полудня на 11 градусов выше в четверг снова пройдет снег ночью 19-24 ниже нуля днем минус 13 минус 18 В салонах обуви Саламандер поступление новой коллекции весна-лето 2019 скидка на всю зимнюю обувь минус 50% большая распродажа зимней коллекции в салонах обуви Саламандер со скидкой 50% в конце недели по-прежнему будет сыпать снег в пятницу на столбиках термометров ночью 13-18 градусов мороза днем минус 8 минус 13 и в выходные субботы воскресенья к утру 10-15 ниже нуля а днем 7-12 градусов мороза к бою готов всегда готов радиоуправляемый танк Меши мечта юного танкиста метко стреляет бойко играет по суперцене уже в карапузе всегда радостные покупки для детей в магазинах карапуз достойное качество по выгодным ценам я желаю солнечной погоды в вашем доме будьте здоровы до свидания